Всем привет! У меня сегодня домашний влог и у меня сегодня день забот. Ну эти заботы я сама себе придумала, поэтому эти опыты мне приятны и интересны. Помните, я вам жаловалась, что клубника гниет и ее мало? Но несмотря даже на это, у нас сейчас каждый день я собираю по целому тазику клубники я уже ее заморозила, мы ее уже едим, уже маме отвозила, уже вот, в общем, ее много-много. Но много не бывает, ее можно морозить, но я сегодня решила попробовать некоторые, что-то из клубники еще сделать. Нашла рецепты, там, в общем, такая, как бы, типа, зефирный зефир, маршмеллоу, у нее маршмеллоу. В общем, хочу попробовать вот этот рецепт, и такие будут конфетки полезные из клубнички. Хочу сделать пастилу из клубники, представляете, сколько она? Ну и, естественно, еще будут у меня параллельно всякие домашние опыты, Владику печенье сделать. Хочу заморозить сегодня котлеты опять, много-много сделать. Вот, сколько я уже перечислила, какая я сегодня хозяйственная. Потом еще, вот, кстати, надо еще что сделать, мы называем это дрю-сю-сю. Вот это надо еще накачать. Не знаю, если получится у меня физкультурой позаниматься, гантельки потягать. В общем, в общем, в общем, в общем, поехали. Я вам все покажу, и даже если у меня не получится, все равно покажу. А если получится и вам понравится, тогда я вам рецепт уже дам. Там всего лишь три ингредиента. Это клубничка, она у меня уже, я ее заранее помыла, от хвостика освободила. Я, ну там рецепт у сахара, но я беру стевию. И желатин. Ну и самое главное, обрегата, это блендер. На полчаса буквально я оставляю эту массу, чтобы желатин набух. У меня быстро растворимый желатин, поэтому где-то полчасика хватит. А в это время сейчас быстренько сделаю печенюшек Владюшке, потому что он остался дома. Я сегодня его в центре не повезла, но уже об этом немножечко жалею. Потому что он, знаете, такой проснулся с утра. Буся, буся, такой любимочка, бусечка, пусечка мой. Начал меня целовать, обнимать. Мать растаяла. Расставайся, мой солнышко, сегодня дома. В общем, дома классно у нас сейчас. Жара, бассейн, ребенок гуляет. Но я уже об этом пожалела. Постоянно дай, 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 дай. В общем, сейчас я спеку печенье, чтобы было что дай. И продолжу готовить свою пастилу, зефир, маршмеллоу. В общем, что-то. Так, у нас желатин уже. Вот, потому что немножечко начал застывать. И сейчас мы эту массу ставим на водяную баню. Но не доводим до кипения, а просто прогреваем. Вот я уже подготовила баню. Ставлю. Просто прогрею, чтобы желатин окончательно растворился. Теперь всю эту массу надо взбить. Ложечку обрезать. В видео они сказали, что взбивать нужно минут 5. Неправда. Я вот уже взбиваю 20 минут. И вот только сейчас начала масса немножечко вот так делать. Может быть, воздушно становиться. Может быть, из-за того, что я заменила сахар на эритритол. Структура разная. Может быть, это повлияло, конечно. Но в любом случае, знаете, что взбивать нужно долго. Может быть, это еще мощность миксера. Может, я не знаю что. Сейчас буду разливать по формочкам. Перерывчик. Сейчас попью чаю. Тоже, кстати, с этим печеньем свадькиным. Это уже не Владькино печенье, а это наше свадько печенье. Потому что вкусное и без сахара. Много всего запланировала и думала, да, Владислав, что Владик будет в бассейне сегодня, так обычно. Но почему-то, да, Владик? Ты там уже придумал. Владислав не в бассейне, а возле мамы. И все время и дай-дай, дерг-дерг. То переключить, то вытереть его полотенцем, то его пощекотать. В общем, какие-то манипуляции надо с ним провести. Поэтому процесс немножко, конечно, затягивается. Ну, вы знаете, да, у кого детки. Неважно, с особенностями нет. Вот, ну, ничего. Справляемся. Ну что, поехали дальше. Крутим котлетки. Это, по-моему, я переоценила свои возможности, но уже надо до конца идти. Все, сейчас займусь постевой. Ее делать очень просто. Я уже делала пастилу из груш, и поэтому все получится. Главное, в общем, я уже пошла, сорвала еще клубнички. Отделила хвостики от них хвостиком. Да, сейчас все это поблендерю. На противне, на пергаментную бумагу и в духовку сушу. Смотрите, моя пастила или суфле застыли. Какая прелесть. Сейчас буду делать конфетки. Вот, сейчас я их разрежу и обваляю в кокосовой стружке. Рекомендуется в сахарной пудре, но так как у меня же все без сахара. Зачем же нам сахарная пудра? Нужно во что-нибудь обвалять, чтобы они не прилипали друг к другу. Посмотрите, какая я довольна, что у меня получилось. Очень всем рекомендую. Вот, они, так как я без сахара делала, они у меня с кислинкой. Если вы любите сладкое, подсластите. Ну, это, по-моему, безумно красиво выглядит. Правда же? Вот такое количество у меня получилось. Клубники было грамм 250-300. Вот, и это при том, что Рома немножечко сел, только без кокоса он не любит. Это удивительно, он вообще редко кушает сладости. И я уже парочку съела. Владик пока приглядывается, он ко всем новому присматривается. Все. Так, у нас уже без 15 и 12, и у меня случилась небольшая неприятность с пастилой. Слышу, что-то запах какой-то. А до этого выбило свет. Получается, напряжение скакануло, и таймер сбился. И температура вместо пастила сушится при 60-70 градусах. А температура на таймер, в общем, стала при сбое увеличиваться. Я уже выбегаю, смотрю, 160 градусов. И уже, естественно, вот смотрите, она подгорела. Ну, сейчас, ну, часть можно спасти. Ну, что, вот сколько мне удалось спасти. Такое количество. Ну, мороки много, выхода мало. Ну, Владику хватит, и слава Богу. Главное, что у нас своя, из своей клубнички, натуральная, без всяких пестицидов, ербицидов и так далее. Завтра Владик проснется, и вот такой ему будет сюрприз. Он любит пастилу. Не, ну, я, конечно, на один день много позапланировала. Уже все уставшее. И Владика сегодня заснула, тут уже спит. В 11 часов. А у меня еще пастила стояла. Как вот, знаете, специально, когда можно было раньше лечь, а у меня тут все процессы. Ну, короче. Ладно, никто в этом не виноват. Сама себя придумала, сломай себе и расхлебывала, называется. Все. Хорошо, что завтра пятница, и я буду отдыхать. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте и ставьте лайки.